Намаскарам, Садгуру. Понятие конкуренции настолько прочно укоренилось в наших умах, не только в школе, но даже при получении учёной степени и во всех сторонах нашей жизни, что это вызывает чрезмерный стресс. Что можно с этим сделать? Конкуренция — это хорошо. Если вы некомпетентны и пытаетесь конкурировать с кем-то, стресс вам обеспечен. Чтобы выдерживать конкуренцию, необходимо развивать свою компетентность. Сегодня проблема заключается в том, что вы развиваете свои желания, но не свою компетентность. Вот что должно произойти. Мы должны учить детей развивать компетентность, а не желание. Мы называем это амбициями, целеустремлённостью. Амбиции означают, что вы развили свои желания. Тогда вы будете страдать, без вариантов. Если вы развиваете свою компетентность, то увидите, чем бы вы ни занимались, вы будете превосходить ожидания окружающих. Естественным образом, всё для вас будет складываться удачно. В конкуренции нет ничего плохого. Нехватка компетенции — вот что плохо. Нам нужно понять. Это особенно важно для Индии, потому что мы всё ещё думаем, что наше образование готовится на небесах. Мне рассказали, что накануне экзаменов храмы переполнены. Это совсем не то место, где вам нужно быть. Если вы находитесь в храме накануне экзамена, это совсем не то место, где вам нужно быть. Посещать храм на каникулах — это прекрасно. Так что вместо компетентности у нас большое желание. Если вы достаточно сосредоточьтесь на развитии компетентности, вы познаете такую радость роста, ежедневного преодоления ограничений, что не будете думать о том, чего достиг кто-то другой. Да. Если каждый день преодолевать ограничения, кажется, я говорил об этом в нашей школе, что класс, полный детей, должен звучать так, как будто птенцы вылупляются из яиц. Когда-то я занимался шелководством. У меня была шелковичная ферма. Это было потрясающе. Это было настолько потрясающе, что иногда я даже не продавал коконы. Потому что если оставить им достаточно времени, то можно увидеть, как из них выходят бабочки шелкопрядов. Вот какие звуки они издают при этом. Медленно. Бабочки прогрызают свои коконы. Когда одновременно открывается миллион коконов, и вы заходите в эту комнату, такой же шорох должен стоять и в школе. Каждое мгновение дети должны преодолевать свои ограничения. Если вы преодолеваете ограничения того, кем вы являетесь, если вы постоянно работаете над развитием своей компетентности, у вас даже не будет времени, чтобы отслеживать чьи-то достижения. Потому что это нечто прекрасное, что происходит внутри вас. Поэтому, пожалуйста, сфокусируйтесь на компетентности. Не беспокойтесь о конкуренции. Если вы достаточно компетентны, то окажетесь на вершине. В противном случае окажетесь где-нибудь еще. Ничего страшного.